Военно-учебные сборы для учащихся 10-х классов проходили в течение трех дней. Изучение основ военной службы является частью образовательного процесса. Местом проведения ежегодных сборов стал детский лагерь «Отдых и ласточка». В этом году в Бавлинском районе в сборах участвовали учащиеся 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й школ, гимназии номер 4 и Александровской средней школы. Всего 38 юношей. Школьники пришли к месту сбора пешком. Плановые занятия по боевой подготовке на сборах включали строевую подготовку, сборку и разборку автомата, стрельбу, командный кросс, прохождение полосы препятствий, прохождение зараженного участка в противогазе, метание гранатой, стрельбу из пневматической винтовки, силовую и медицинскую подготовки. Также ребята прошли строевым и торжественным маршем, а позже исполнили строевую песню. Я ожидал получить этот сбор в хорошее настроение, новые навыки, такие как оказание первой медицинской помощи, стрельбе, разборки-сборки автомата, в различных спортивных состязаниях. Во время сборов десятиклассники несут внутреннюю караульную службу по три человека. Они охраняют государственные флаги Российской Федерации и Республики Татарстан. К военным сборам мы готовились довольно-таки недолго, 3-4 дня. Прорабатывали тактические планы, медицину, одевали противогазы. Наш учитель ОБЖРО Великой Миловичу нам объяснял, показывал. В принципе, мы показали себя здесь достойно. Больше всего мне здесь понравился биатлон. Довольно-таки интересная полоса препятствий. Знакомство с армейским бытом и распорядком проходили, как полагается. Школьники жили все вместе в одной большой палатке. Подъем был в 6 часов утра, отбой в 10 вечера. В городе классика традиционная, проводим уже не первый год. Но с каждым годом юноши все меньше и меньше, больше девушек. Но тем не менее, уровень подготовки сохраняется. Ребята показывают неплохие результаты, как в метании гранаты, так в разборке-сборке автомата, в выполнении нормативного норматива подливания противогаза, по огневой подготовке, по стрельбе, по выполнению тактических приемов, по совершенствованию своих навыков преодоления препятствий. Вот мы второй год проводим уже летний биатлон. Ребятам все очень интересно. Кроме того, у нас еще планируется ряд ночных мероприятий. Я хочу сказать, что, в принципе, уровень знаний неплохой. Ребят стараются, желание есть, и это самое главное. Для обеспечения безопасности во время прохождения сборов старшие по сборам и сопровождающие преподаватели на территории временного проживания подростков несли круглосуточное дежурство. Мария Кондаурова, БРТ.